Я закончила университет. Я экономист. Я работала с зарубежными компаниями, много компаний работала. Специалисты утверждают, важнее даже не то, что вы говорите, а как вы говорите. Поэтому очень важно в каждой мелочи контролировать свое поведение. И особое значение такой контроль имеет при собеседовании, волнительном мероприятии. Психолог Ольга Никифорова утверждает, беспокойство внутреннее может проявиться внешне, в поведении. Именно оно зачастую становится причиной неудачи на интервью с работодателем. В основе неуверенности лежит базовая эмоция, страх. И она возникает сразу же при рождении ребеночка. И дальше в жизни, в любой ситуации, когда он сталкивается с какой-то непредсказуемостью, неопределенностью, неизвестностью, вот эти вот эмоции все снова поднимаются, и тело начинает выдавать вот эту вот реакцию. Первый признак волнения – это скрещенные на груди руки. В подсознании жест означает глубокую защиту. Второй – постоянные прикосновения к волосам. Асимметричная некрасивая поза тоже вряд ли кому-то понравится. Не нужно забывать во время разговора смотреть в глаза собеседника, выражая таким образом свой интерес. Не стоит перебарщивать и расслабляться слишком сильно, вплоть до безразличия. Не сидите с угрюмым лицом, помните об улыбке, сильном инструменте при разговоре. Суетливость не позволит пропитаться к вам доверием. Руки лучше всего держать на столе, не опускать их вниз. Если вам протянули руку, пожмите ее искренне, не принимайте ее двумя пальцами. И не стоит при первой встрече нарушать личное пространство собеседника. Психолог уверена, что бороться со всеми этими непроизвольными движениями можно и нужно. Пойти на собеседование не в качестве меня выбирают, а с той задачей, что я выбираю. Может быть, это не та работа, которая действительно единственная возможная для меня. А может быть, это вообще не то место, которое самое лучшее в моей жизни. И тогда отношение к этому будет не настолько пугающее. Работодатели подтверждают огромную значимость жестов соискателей на собеседовании. Гендиректор процветающей компании Константин Попов говорит, он часто проводит даже два интервью. На первом босс оценивает поведение человека, на втором уже задает конкретные вопросы. Что меня интересует? Свободная речь, построение фраз. Меня в свое время один коллега подсказал, что говорит, не надо выглядеть умнее чем-то есть, говори все, что думаешь, и все остальное, скажем так, будет видно и понятно. Залог успеха – уверенность в себе. Если вы имеете четкое представление об уровне своего профессионализма, то вы будете спокойны и расслаблены, и вас обязательно ждет успех. Вы приняты. Субтитры подогнал «Симон»